всем привет кто присоединяется я наверное первый раз выхожу на этом аккаунте привет-привет посмотрим сколько здесь кати привет сколько здесь сколько здесь наших посмотрим кто новенький привет доброе утро перед тем как снимать урок по корсету хотела немножко рассказать как я буду декорировать что буду что буду добавлять хотя не все материалы пришли но из того что есть попробую что-нибудь все-таки сделать может быть достаточно будет и остатка привет привет вау снова да все еще допиливать нужно я перестала черные вещи просто одевать из-за того что видите да мне лицо выбивает белым цветом это как раз из-за черных вещей если сейчас убрать черный из кадра лицо вернет свой цвет вот так работает черная черная блузка кто не знал черный цвет камера реагирует на черный и осветляет все все вокруг все вокруг этого черного привет привет смотрите какие материалы я спираюсь использовать во первых основа сеточка для лифа то есть это сеточка который не деформируется который можно использовать для вышки и так далее но это не фатин он у меня выполнен в четыре слоя будет еще подкладка пока думаю телесная будет подкладка или тоже черная если хочется чтобы была видна прорисовка то скорее всего придется использовать именно телесным привет кто присоединяется чем чем же работать я буду работать я буду скорее всего с шантили то есть вот вот такой красивый дизайн называется лили и кстати в технике наколки я впервые работала именно с этим дизайном это было розовое кордовое кружево это без корда а было розовое кордовое и мой первый шедевр в технике наколки был именно вот с этим кружевом с таким он чем он отличается обычно шантили идут с круглыми цветами то есть с кругленьким а этот с вытянутым вот вытянут ведь прорисовкой когда делаешь хоть 3d цветы хоть прорисовку он гораздо лучше смотрится нема звуку скажите кто-нибудь еще меня вообще слышно или всем менее не слышно все молчат почему-то подожду привет привет скажите слышно ли меня хорошо все слышно все тогда продолжаем дальше как же с ним работать есть здесь одна уловка ты точнее загвоздка что она асимметричная они симметричные то есть даже если брать фрагменты два абсолютно похожих все равно они смотрят в одну сторону и когда работаешь спасибо когда работаешь в раскладке то есть он смотрит в одну сторону и и как его перевернуть то есть непонятно сейчас он полностью забивает но когда вырезать уже на фрагменты тогда лучше будет прорисовку видно как вырезать а я же не рассказала как вот два фрагмента смотрят в одну сторону на самом деле не слишком большая разница лица и изнанки совсем тонкий-тонкий кантик который нужно присматриваться чтобы понять изнанка это или лицо соответственно мы просто эти фрагменты один переворачиваем вот у нас зеркально зеркальное получается то есть можно уже работать именно парами вот таким образом то есть именно симметрично да наверху можно сделать асимметрию не делать симметричные прорисовки именно на чашечках но вот такие вот пары большие они спасут хотя бы вот чтобы очертить бедра 3d цветы доброе утро кому актуально все молчат только доброе утро или еще никто не проснулся просто до рабочего дня до рабочих съемок сейчас съемки у нас будут проходить я хотела немножко поболтать и кстати прямые эфиры скорее всего будут проходить только здесь на школе кутюр на основной я не буду выходить потому что из-за сильного притока иностранцев они меня не понимают и как бы не немножко пагубно это не немножко пагубно это действует на сам инстаграм поэтому кто к нам подключен то есть кто кто наши переключайтесь сюда я сделаю объявление что прямые эфиры будут только здесь и будем встречаться здесь то есть здесь полностью все будет именно для русских для русских чтобы не было попало фира я не не могу ни ни слов не разобрать ничего вот так ладно поехали дальше смотрим 3d цветы я обожаю 3d цветы я просто люблю не могу это моя фишка самых первых платьев такой цветочек это тоже сделано из шантили что касается 3d цветов как бы я сильно их не любила на самом деле они не везде подходят и не любое кружево их принимает не любой фасон платья их берет допустим корсетами вот вот такой вот силуэтное платье вот смотрим обычные расспортно обычные места расположения цветов это на талии под грудью допустим здесь полянка бы должна была бы быть здесь но этому фасону 3d цветы не нужны куда еще можно было бы по груди ну да возможно можно можно было бы здесь вот такую ракушку из 3d цветов сделать пожалуй все это единственное место куда в такой фасон можно 3d цветы и деть куда же подходят 3d цветы естественно в растительный орнамент куда-то в растительный орнамент не каждому цвету подходит тут надо смотреть именно уже по готовности платья то есть я может всегда допустим хочу сделать цветы но жду пока полностью каркас соберется и уже смотрю вот идут они туда или нет то есть будут они там уместны или нет порой я не изначально я не вижу будет ли туда подходить здесь понятно да что на талии они не не будут подходить так далее в свадебные платья где есть растительный узор скорее всего подойдут то есть такие цветочки но цветочка можно будет попозже расскажу кому интересно следующий раз шпани ругается что еще можно этому платью добавить если мы все-таки хотим оставить офисный такой стиль до более простой то лучше сочетать только с мушкой только с мушкой либо с шантили либо шантили кружева то есть подобного плана уже там какие-то хвосты уже не должно быть это если про офисный если все-таки мы его превращаем в нарядное смушка смотрите как тоже смотрится в два слоя то есть можно играть и по полу тона очень красиво будут выходить все поваляло дальше если все-таки это вечерка можно переходить на кружевом расшиты не расшиты разницы нет то есть вот самые что на есть рисующие фрагменты листики очень красивый здесь видно лучше конечно не видно сразу не видно плохо будет плохо будет отчерчиваться что-либо такое платье можно украсть всего лишь заполнить ракушку верхнюю часть и будет уже красиво да сейчас он прозрачный но он будет не такой прозрачный с расшитая кружево еще у нас есть корсетная кружева это либо производство индонезия либо китай чем они отличаются индонезия у нее идет леска леска она более плотно то есть не сыпется камни стоят на месте у китайской здесь идут обычные нитки и нужно проходить все время то есть она вот так вот болтается здесь тоже можно как полностью работать с этого кружева как просто украшение она обычно симметричная поэтому очень легко работать именно парами то есть любой фрагмент просто крутим вертим любые в разные стороны ищем ему максимально подходящее место вот такой лиф у меня есть то есть так же можно с корсетным платьем работать перемешку с сеточкой для лифа здесь что только не намешано здесь вот как раз это китайское кружевое есть которое пришлось мне проходить полностью чуть ли не каждую бусину но именно этого фрагмента мне хватало поэтому пришлось мучиться то есть вот она вот этот фрагмент как раз китайского кружева мне полностью пришлось проходить вручную между ними проходить еще кристаллами дополнительно чтобы сейчас поближе то есть вот вот это китайская с ним можно работать ли либо его прошивать либо прошивать еще между ним как я прорисовала ведь корсетное кружево рисовать тяжело это заполняющие фрагменты в основном и они всегда симметричны то есть и роль несут именно заполняющих рисующие фрагменты можно взять как раз из кружева то есть это обычная вот черная кружева с серенькой окантовка которая я тоже включила в прорисовку и поверх этой прорисовки уже можно обрабатывать пайеткой пайетку я использую только французскую смотрите ведь у нее именно перламутровые оттенки несколько оттенков в одной поэтому работать гораздо лучше чем обычные пайетками я пробовала мне не вообще не нравится единственное что более-менее подошло это золотая пайетка из дешевых в основном я использую только дорогие которые 300 500 рублей в один пакетик и так далее то есть бусинами металлизированным бисером он прям камни бисер прям из камней здесь у меня старинная вышивка прям старинная сейчас я даже сейчас она прям пахнет пахнет сундуками старинными то есть делалась очень-очень много лет назад я думаю что больше ста лет такой вышивки там даже камень внутри поотвалилась кое-что вот с такой вышивки я работаю где я взяла на ярмарке мастеров винтажная не винтажный даже да винтажное кружево купеческая лавка я много вот этого добра набрала это кружево я использовала в четвертый курс кто помнит черное платье перемешивала его с обычной вышивкой с современной я использовала подобное кружево в рубин это которая красная сейбром и розовым и вот здесь тоже вот таких вот маленьких фрагменте когда перекликаешь очень красиво получается так так же можно к простому платье использовать просто расшитые ленты ну либо либо вышить их самим можно использовать просто на пояс либо можно даже попробовать поэкспериментировать и каким-то образом по раскладке поделать и в таком роде сколько времени уходит у вас на такую вышивку на какую именно вышивку смотрите если корсетная вышивка то она продается готовой примерно комплект стоит от 10 до 17 тысяч такой комплект да на все платье его может не хватить если хотите полностью платье сделать то нам нужно уже будет комплекта три и четыре если у вас расшитая кружева то тоже можно ничего не расшивать просто работать им такие платья где не нужна рабочая именно вышивка ручная то есть вышивка которую именно вы делаете то может занять 10 дней в среднем 10 дней на вот это платье ушло больше потому что я не занимаюсь платьем каждый день по восемь часов то есть когда есть время когда есть вдохновение на него я с ним работаю то есть порой платье шьются до девяти месяцев одно но опять же в промежутках то есть лежит лежит оно порой даже и месяц лежит сел поработал но если бы это был заказ если бы нужно было плотно прям работать с хорошим ну вот допустим как маленький цветочек вот я его шила 9 месяцев но если бы это был заказ я бы наверное сшила его за два с половиной за три месяца где-то вот так бисер скажите еще раз какой именно здесь идет бисер металлический прям это камешки тоже антикварный он 800 рублей одна нить стоит ну то есть очень дорого а вообще бисер тоха очень хорошо подходит именно рубка я не работаю с круглым бисером мне он не нравится он смотрится дешево и так далее поэтому я использую основном только рубку не знаю сейчас наклоню будет видно вот он ну нет не видно он графитовый прям такой камни-камни-камни так так что еще что же еще сегодня мы снимали еще марафон бабочка кстати да снимали раскладку по платьишку вот и все все наколото это маленькое платьишко внутреннее и накиточка трехслойной в виде крылышек почему бабочка кстати и называется очень красиво спасибо с какими ниточками пришиваете кружево обычные нитки но модера получше конечно я пока их не попробовал я не понимала разницу но разница есть какая эти нитки если работаешь ну там две-три минуты он рвется то есть быстро стирается и узелки такие знаете да проходишь ниткой раз пучок собрался узлов это вот с этими нитками нормальное явление а с модерой получше то есть там такого редко встречается когда уже путается кстати да про ножнички какие можно выбрать ножнички для вырезания кружевом то есть шантили это тоже по факту кружева и его точно так же работаем с ним врезаем врезая по контуру то есть работаем все как обычно но ножницы тоже влияет вот у меня есть такие ножнички которые я хотела показать на самом деле очень много но я вам скажу самые которые подходящие это вот такие они продаются улыбка радуги там где маникюрные ножницы продаются это шампуньки порошки то есть вот это зингер b113 именно 113 номер максимально подходит он не цепляется потому что если номер 131 то у него носик чуть чуть длиннее и этот носик все время зацепляется за кружевом то есть 131 цепляется 113 вот самый подходящий номер зингер 113 в любом магазине где есть маникюрные ножницы какие то вот такие вот в швейных магазинах ножницы могут быть не очень для кружева поэтому запомните это название и берите лучше их почему потому что неудачные ножницы это увеличение времени работы с кружевом вы устаете больше злитесь больше и так далее то есть раздражительные факторы появляются поэтому любая мелочь здесь не мелочь скажите по модеру брали в пару магазинах нет где модеру брали швейный мир мир шитья что то такое мне кажется он везде есть модера если честно узелочки и закрепки при шитье делаете как обычно да я шью в одну нитку кстати не в две а в одну нитку иголки использую именно тонкие почему потому что тонкая игла проходит даже через самое грубое кружево и не застревает из-за этого у вас не будет ни мозолей ни проколов на пальцах я поэтому работаю без наперска потому что игла проходит везде хорошо и я в нее упираюсь не вот таким образом когда проталкиваю вот так поэтому у меня никаких этих проколов на пальцах нет по поводу булавок мне приходится брать и дешевые и дорогие потому что на очках дорогие исчезают и от них остаются одни шметки но лучше возьмитесь не поскупитесь вот за 250 рублей коробочку когда вы работаете одна облегчить жизнь они гладкие дешевые бывает отверстия оставляют особенно на атласе зацепки и так далее на фатин цепляет лучше то есть дорогие булавки берите что касается петелек которые с кружочками да это дешевый дешевый вариант в принципе они неплохие тонкие и все такое но когда вы начинаете пришивать ну россыпью нитка все время попадает вот сюда и ее тяжело убирать то есть цепляется нитка постоянно за иголочки что нужно брать с собой на очное обучение на самом деле брать только ножницы и себя и то желательно ножницы ножницы я предоставляю но если у вас с собой есть ваши инструменты это было бы хорошо а так все у нас есть все у нас есть если это не в питере то кружева мы привозим с собой то есть все все нужные материалы и манекены и так далее если в питере то мы в магазин ездим сами но учитывая что мы сейчас будем делать закупки кружева то скорее всего все будет у нас в наличии так что так все попроснулись то было 14 человек уже 40 40 набралось так что для вышивки подходит я не секундочку сейчас принесу свои бусиночки сори в ленте где продукты продают есть и сделаю с баклажками со всякими я присмотрела себе вот такие вот коробочки баночки не знаю под что они на самом деле идут но они супер супер удобные для работы чтобы копить разные оттенки то есть у меня все все наборы с бусинками они вот в таких баночках находятся и что самое удобное вот со всей кучей можно не работать отсыпал немножко вот в крышечку и работаешь чуть-чуть повыше и удобно брать то есть тут в связке здесь рассыпано то есть вот так то я работаю и хранить их удобно они друг на друга вот так встают очень удобное приобретение так по кристаллам кристаллы сваровски и винтажные кристаллы хочу вам показать винтажные кристаллы это необычные кристаллы которые просто идут ну как бы не такое ну не просто а вот смотрите какого они всегда какие-то интересные у меня есть еще еще какие-то были прям в форме цветков всяких листиков а вот обычный с алиэкспресс тоже неплохой чем мельче кристалл в принципе они хорошо себя показывают а какими формами я работаю это капля то есть капля не знаю как она называется в магазинах но я ее называю лодочка капля лодочка а вот он винтажный смотрите так сейчас форме прям форме листка очень я прямо аж меня я когда в литве брала кристаллы у меня аж там этот аж трясучка была какие какая красота в россии я не видела таких кристаллов таких именно оттенков смешанных знаете вот как опал даже какие-то пятнистые пятнистые какие-то в общем круглые не люблю квадратные квадратные да неплохо но вот такой формы не очень люблю не очень смотрится набрала по ним что было то и набрала так скажем куда их использовать крупных вот на самом деле крупных кристаллов должно быть гораздо меньше лучше набирайте помельче уже 5 миллиметровый 4 миллиметровый 3 миллиметровый очень удобно и будет работать 3 миллиметровый чем мельче ваши элементы тем они удачнее смотрятся порой вышивка вся убивается только за счет каких-то там крупных фрагментов и не исключение они оплатят там где вот здоровые прям кристаллы старайтесь не использовать большие кристаллы особенно дешевые если берете большие вот максимум вот это вот самый большой что можно взять то все-таки сваровский если какие-то дешевые то только мелкие чем больше различных размеров материалов вы берете тем выгоднее будет смотреться вышивка что именно мешать нужно это кристаллы различных размеров различных форм и бусины бусины от 6 миллиметров и до 2 миллиметров то есть чем больше различных всяких материалов тем сложнее все это смотрится дело и естественно крупные у нас идут по центру чем дальше от центра тем мельче 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 и так далее вышивку я делаю на обычном белом кружеве которое потом естественно не видно то есть вот таким образом будет раскладываться рина ринат привет как рисовать я уже буду на курсе показывать это фрагмент из профи это вот эти все ручные ручные фрагменты они для одного из платьев профи юбочка у него будет из романе шелк алиф будет вот из таких фрагментов так здрасте вася платье дубай ринат нет это не дубайское платье дубайское платье я шью потихонечку помаленечку еще она в процессе женечка я прослушала где можно купить такие баночки для хранения бисера баночки я брала в ленте это гипермаркет продуктов в разделах где баклажки стоят там пластмассовые всякие графины стаканы то есть вот я не знаю в других городах где это нужно взять но я взяла в питере в ленте прям просто бесценный такой пирамидка очень удобно бисер круглый кстати я редко беру здесь взяла потому что это и вот он кстати очень редко использую но здесь вот использовал за неимением называется не было рубки много поэтому взяла много вот такого и пользуюсь тоже рубка выглядит вот так вроде в ленте да в ленте а платье с чашками тоже профи да корсет я тоже собираюсь сделать но уже расшиты на профи именно расшиты вот этот у нас идет в базовом гардеробе это я тут просто наколола я его буду сочетать именно с шантили не знаю ждать ждать шантили или делать из того что есть из того что есть у меня только сейчас есть вот такие вот но его немного и хватит только чертить вверх скорее всего наверное буду ждать буду ждать пока вот основы основу отшили подкладку тоже будем походовой думать что это будет то есть здесь будут лямки почему и нет чашек если бы были чашки то лямок бы не нужно было я хотела оставить именно я люблю такую я даже без галтера сама ношу без чашек а именно только тряпочка с косточкой и такое хочу попробовать платье сделать бусины покажите бусины гальванированные я люблю что значит гальванированные бусины стеклянные они есть просто чистый цвет прозрачный а есть отливает чем не попасть отливает так вот так наверное лучше даже показывать здесь самые крупные это 6 миллиметров остальные 3 миллиметра 4 миллиметра 2 миллиметра то есть вот такой первомутровый оттенок очень красивый как в литву поеду закуплю побольше для нашего магазина вот такой оттенок очень красивый я в этом году влюбилась в этот цвет почему у меня несколько курсов вот в этих оттенках и есть потому что это мой любимый цвет подушечку Валерия мне подарила из литвы девчонки там вот учатся их вышивать сами на первых руках Аня привет очень красиво Женя сегодня одета в кутюр нет мы еще немножко не доработали дотачиваем вот эти места либо надо было топ делать пошире либо вот эта часть поуже чтобы вот это не выходило то есть было примерно вот так то есть ну короче еще произвести внести точности именно чтобы была посадка на меня поэтому знаете что так не должно быть то есть надо либо чтобы здесь была шире либо блузка была уже чтобы смотрелось вот таким образом вот так с данной моделью тоже мы дотачиваем переснимем там немножко конструирование еще доделаем чтобы чашки у нас не были вот так вот в отрыве то есть это такой пробный вариант не если если бретели есть то так можно оставить если у вас именно чашки без бретель то вот эта линия должна быть слитной но это метод конструирования на бумаге а я люблю макетирование то есть почему макетирование делать лучше потому что ты уже сразу видишь на фигуре как это все смотрится то есть гораздо точнее можно снять все блузку поуже да возможно поуже ее нужно сделать дотачивать короче я говорю дотачить ее нужно но главное мне на данный момент нравится именно что-то такое сочетать интересное то есть это мушка здесь должны были быть еще завязки но в итоге ткань мало осталось завязки не стали делать ставили только крючок и все сочетание шантили тканей мне нравится именно сложные соединения прям я жду не дождусь когда я уже начну экспериментировать заказала кучу разного разной ширины шантили узкая широкая то есть уже уже жду как наверно не буду браться потому что это будет слишком просто из кусочков из оставшихся лилий надо надо ждать полоски там будет гораздо веселее смотреться тем более да кружева может быть у меня и есть расшитое но опять же тогда это получится вечернее платье мне нужно все-таки офисное оставить если драгоценности хочется сделать конечно все просто расшитых ружей берешь и красота так спасибо за сердечки есть ли какие-то вопросы а то я пойду готовиться к съемкам наверное по отвечаю если есть какие-то вопросы если нет буду завершаться для утра достаточно для пробуждения вопросики остались тут у меня еще есть микро бисер тоже такой металлический интересный то ли японский то ли китайский не знаю я вообще к бисеру очень придирчиво на самом деле вопросики вопросики минутку и буду завершаться если нет вопросиков только сердечки все только сердечки надо вот еще рукав как-то ну да наверное что если подтянешь она больше станет где вы берете вдохновение эфир сохранить да я постараюсь эфир сохранить где я беру вдохновение для того чтобы встать и пойти или для конкретных или речь про создание конкретно платьев откуда я беру вдохновение потому что сейчас такой период что все таки какие-то с упадочным настроением и на меня естественно действует мне тяжело себя поднять идеи кучи энергии мало энергии остается мало когда отдачу не видишь ну творится на аккаунте там черти чо я не знаю с чем связано либо с приливом иностранцев либо с упадочным настроением русских не знаю поэтому решила немножко такое разделение сделать аккаунтов что две школы одна общаться с русским другая с иностранцами немножко спасибо за позитив для того чтобы встать и пойти 3d цветы с листиками как красиво смотрится кстати в эти какие-то дни прям сильно упадочно наверное стараюсь поставить какие-то задачи которые нужно выполнить пытаясь найти путь верный вы же видели меня мотало меня мотало я уже и в сочи собиралась и в турцию это все от замкнутого пространства хотелось что-то поменять чтобы уйти от того что сейчас то есть настроение такое как бы особенно когда дожди вот у нас то ли вчера то ли снег был сегодня тоже дожди ливни но сейчас светло но к обеду обещают опять дождь но несколько дней мы думали катались смотрели районы в Ленобласти дома и понимание все-таки пришло что нужно сейчас силы потратить не на переезд а на какое-то дело которое станет твердым потому что курсы это все-таки мягкая ниша ну мягкая ниша не твердый продукт твердый это приближенный к оффлайн все-таки да и пришли к решению что нужно все-таки делать магазин магазин тканей что что это стопроцентно твердо ткани нужны всегда то есть вы приходите однажды да допустим как клиенты и и все и все то есть я пытаюсь продлить жизнь своего клиента то есть со мной а материалы нужны всегда и и чтобы вы со мной были всегда рядом я хочу еще чтобы у меня были все ткани тем более это это прям о наболевшем что об этом говорить вы наверное сами же знаете что нельзя купить все в одном магазине как бы они не старались все завозить вроде бы у них все есть но когда копнешь все равно приходится брать все в разных магазинах и эту боль всемирную хочу я закрыть тем более конкурентам именно российским магазинам не знаю насколько я создам потому что в основном клиент у меня так и остается иностранцы все посылки которые сейчас идут они все идут за границу с тканями не знаю не знаю с чем это связано может быть с карантином может быть опять же с упадком силы и тому подобное но пока это иностранцы а им вообще негде брать если честно они вообще не знают где брать даже если они знают что да в Турции но куда они ломанутся то турки продают только оптом да и с ними контакт нужно как бы язык язык чужой ну короче и не знаешь кому доверять и не доверять и все и иностранцы просто негде материал брать вот вот так а здесь у них все все вот он вот тебе материал она и шеи сама и все у тебя будет окей тем более иностранный клиент у него прям появилось лицо у меня прям конкретные нации конкретные люди уже я могу сориентироваться что им нужно и следующие скорее всего курсы будут именно ориентированы на потребности именно их это поэтому это будет корсет красный корсет и рыбка то есть в одной клиентской базе то есть любители корсетов с рыбками а в другой с рукавами то есть ну это мусульманская направленность то есть все эти две направленности будут в дальнейшем отрабатываться да они подходят и для нас и для европейской то есть аудитории но вот такие планы это крутая идея из магазина да с тканями иной раз проблемы да особенно когда невеста не готова переплачивать а тебе нужно заказать в разных местах и за каждые бусинки ты платишь там 200-500 рублей за доставку ну да али я не считаю там бесплатная доставка ну там извините и два месяца ждать порой невеста приходит за один месяц тебе нужно сгондобить очень все быстро и достать все быстро поэтому это стопроцентное попадание просто сейчас тяжело на этом этапе его раскручивать так как проблемы у всех и каждого но отступать именно от этой идеи я не собираюсь то есть переезд в Сочи либо Турцию я променяла на становление магазина то есть вот таким образом вдохновение вам у вас шикарная работа и прекрасная улыбка спасибо будем знать где покупать да я думаю что после того как мы съездим в Турцию с 1 июня кстати открывается границы перелеты точнее открывается с Турцией как минимум просчитаем где у нас есть окно от очных курсов и так далее и прям первым первым рейсом поедем за тканем я думаю привоз этих тканей будет тот самый старт этого магазина пока здесь нет кружев магазина считает что нет кружева все таки это основное что будет да да с тканями иной раз проблем да это я прочитала еще и голову ломать не надо какие кружева подойдут в таком магазине априори будут подходящие да дерьмо я не возьму если честно что греха таить конкурентов не обсуждают но есть хорошие кружева но за не знаю может потому что они не шьют не совсем у них достаточно компетенции для подбора кружева то есть половина не ликвида то есть а я не ликвид в принципе не возьму потому то есть тот материал с которого нельзя что-то красивое шить я в принципе его не возьму зачем он мне нужен я буду покупать только то что из чего я могу делать я соответственно если я могу с этого что-то делать это как минимум у вас получится на 50 процентов все равно получится даже ну то есть я же говорила вам от выбора кружева зависит 70 процентов успеха то есть это очень высокий процент удачное кружево по шее и сейчас хотела еще поделиться видели да когда я рассказывала про покупку недвижимости сейчас тоже про это расскажу а именно пошив платьев это приносит удовольствие сейчас или прям нужно уже что-то новое влив новой энергии меня все время мотает я в этом плане нестабильна когда я начинала шить то есть у меня не было никаких границ то есть я шила все равно для себя можно сказать когда училась шить платье потом начали вливаться клиентки клиентки просят что-то свое обычно это более примитивное я начала понимать что то что просят они мне не нравится и в итоге получается результат тот который сто процентов не устраивает ни меня ни их дальше я выработала работу такую с ними что говорила что либо вы мне доверяете либо нет какие-то элементарные конструкции они мне говорили и просто отпускали вожжи я делала все сама то есть я поставила такой как ну ультиматум вот говорите цвет говорите рукава какие и все и типа ждите ждите когда я вам что-то сошью то есть я не подпускала даже к выбору к рожу почему потому что кружевая сочетала одно два четыре никакая клиентка не понимает что она хочет ей в полотне ей нравится одно а в в готовом платье это совершенно другое в какой-то момент то есть вот так я выстроила с ними работу потом все равно я поняла что они не могут просить меня больше того что они видят то есть это какой-то такой потолок да и захотела сделать платье прям вот то что внутри то что вот максимально могло бы быть феерично ну то есть вырваться из этих границ это были оленький цветочек в том числе это была золотая осень сибирская жемчужина платья которые по три по два месяца шились каждое и благодаря им естественно они становились визитной карточкой на которые приходили клиенты то есть клиенты приходят всегда практически на одно и то же платье заказывают они свое но приходят они на вашу визитную карточку дальше пошли курсы соответственно я опять откатилась назад потому что мне нужно было придумывать такие моделика с которыми справятся новички и все первые курсы рассчитаны на новичков опять же и все и половины из этих курсов были как раз на моих клиентов то есть у них даже имена вот например жасмин да платье моих клиентков клиенток то есть я шила на клиентку и снимала курсы это вот то что они заказывают вот как раз то что вам нужно новичок с чем справиться тоже то же самое заказывают клиентки но я мне хотелось опять же большего я начала отказываться от клиентов около года я просто отвергала я задирала ценник настолько что они просто уходили ну просто типа сто восемьдесят хотя я шила за тридцать очень много лет я шила за тридцать тысяч а тут я начала говорить восемьдесят сто ну типа чтобы отстали и те кому было без разницы они готовы были платить на тех я и шила ими оказывались естественно заграничные клиенты ну вот да было исключение это сургут ну сами понимаете сургут хорошие зарплаты то есть девушки я шила платье вообще за сто тридцать причем за неделю мы его сшили с Альей кстати дорогие платья можно как шить быстро просто покупаешь дорогое кружев и таким образом уменьшаешь себе работу то есть да расходники увеличились грубо говоря до полтинника могла я двадцать тысяч потратить но сделать руками все и долго но я выбрала быстрый путь вложить вложить надо в дорогое кружевно шить очень быстро потому что сроки были буквально двух ну вот реально недельные сроки спасибо за сердечки а да влив энергии дальше после того как конкурс закончился у меня провелась черта давайте пересохранить перезайду хочу сохранить потому что может вылететь и расскажу историю что было после того как я четыре года умаялась с конкурсом не прошла что со мной происходило и как я нашла новую новую цель в жизни сейчас перезайду сохраню эту крючок конечно значит Продолжение следует...